Добрый день. Мы записываем это видео для библейского портала «Экзегет». Меня зовут священник Григорий Геронимус, и сегодня мы отвечаем на вопрос, который поступил в адрес портала «Экзегет». Действительно, существует такая традиция называть в православных семьях детей по святцам. Родился ребеночек, открываешь календарь, смотришь, какие святые празднуются в этот день, когда ребеночек родился, или в день крещения, когда он будет креститься, или, может быть, в какие-то ближайшие дни. И вот именем одного из этих святых и называешь ребенка. Но это традиция, а вовсе не каноническое правило, догмат. И христианин волен поступить по этой традиции или поступить каким-то другим образом. И достаточно часто бывает, что и в очень воцерковленных семьях детки называются не по имени святого вот этого дня или дня крещения, а по каким-то другим соображениям. Например, потому что особенно почитается вот тот или иной святой в этой семье. И важно тут не формальное следование церковному календарю или какой-то традиции, а важно тут понять смысл того, что мы называем человека тем или иным именем. Если обратиться к священному Писанию, и в Ветхом Завете была такая традиция называть ребенка особенным образом, в честь кого-то из предков этого человека, из ближайших родственников. А вот священнику Захарии, если мы откроем Евангелие от Луки, мы прочитаем там повествование о рождении Иоанна Претеча. Был священник Захария, и ему явился ангел и сказал, что от тебя родится сын, и ты назовешь его Иоанн. И многие люди даже возмущались, когда уже родился ребенок. Почему Иоанн? Нет никого среди родственников с этим именем. Но такова была воля Божия. Таково было откровение от ангелов. И поэтому Захария подтвердил, что Иоанн будет имя ему. И вот так же мы можем следовать традиции или не следовать традиции, а каким-то другим именем можем назвать. Вот важно помолиться, постараться волю Божию как-то воспринять об этом. И самое главное понять, что мы нарекаем именем какого-то святого человека. Это имя свято, потому что оно связано с подвигом этого святого человека. Это имя, может быть, обогрено кровью какого-то мученика, который пострадал за Христа, отдал жизнь свою и вот осветил все, что с этим связано. Даже имя свое или какого-то монаха, преподобного или святителя. За каждым христианским именем стоит какой-то подвиг какого-то святого. И вот называя, тут важнее позаботиться не о том, чтобы это совпало по календарю, а о том, чтобы молиться этому святому о подрастающем ребенке. О том, чтобы, когда ребеночек подрастет, научить его чтить своего небесного покровителя. О том, чтобы научить ребенка подражать своему небесному покровителю в том, в чем это возможно. Вот это гораздо важнее, чем точно соответствовать календарю. Поэтому, да, можно называть не обязательно по церковному календарю, но обязательно нужно знать о небесном покровителе, чтить его и стараться ему подражать. Это видео мы записывали для библейского портала Экзегет.